Лишайник – это организм, в состав которого входят два разных существа – гриб и водоросль, живущие вместе в симбиотической связи. Симбиотические взаимоотношения гриба и водоросли проявляются в том, что гифы гриба в теле лишайника берут из окружающей среды воду и минеральные вещества, а в клетках водорослей происходит фотосинтез и накопление органических веществ. Гриб обеспечивает водоросль водой и растворенными в ней минеральными солями, а сам получает от водоросли органические вещества. Таким образом, лишайники представляют собой автогетеротрофные организмы. Водоросли чаще представлены зелеными водорослями или цианобактериями, а грибы – сумчатыми и очень редко трутовыми базидиальными грибами. Толом лишайника – слоевище, вегетативное тело, не расчлененное на органы и не имеющее настоящих тканей. Верхний и нижний корковый слой лишайника образуют плотно сплетенные грибные гифы, между которыми расположен рыхлый слой гифов с зернами водорослей. Сердцевина – внутренняя рыхлая часть лишайника. Роль сердцевины – транспортировка воздуха к клеткам водорослей. По форме талома различают накипные или корковые, листоватые и кустистые лишайники. Для жизни лишайникам необходим чистый воздух, поэтому их можно встретить только в экологически благоприятных условиях. Лишайнику, как целому организму, присущи новые биологические качества, несвойственные его компонентам вне симбиоза. Благодаря этому лишайники обитают там, где не могут жить ни водоросли, ни грибы в отдельности. Они устойчивы к засухе и низким температурам и поселяются там, где нет почвенного слоя, на субстратах, которые совершенно непригодны для жизни других растений. Лишайник ягель, так называемый оленей мох, основной корм северных оленей. Субтитры создавал DimaTorzok